Добрый день, меня зовут Надежда Миланова. В декабрь сейчас самое время подумать о будущих посадках. Кто-то сажает только проверенные сорта и определенный набор огородных культур. Я, например, тоже по большей части сажаю сорта проверенные. Но каждый год обязательно пробую что-то новое. Причем бывает, что сразу понимаю, что эта культура интересная, перспективная. Или наоборот, сразу решаю для себя, что это сажать больше не буду. А иногда даю шанс и сажаю на второй год. Сегодня расскажу о трех культурах. Одни огородники, возможно, знают и выращивают это у себя на участках. Другие, может быть, видели семена этих культур в магазинах. Третьи не видели и не слышали. Начну с дыми вьетнамской. Вот, посмотрите, пакетик с семенами. Дыня вьетнамская. Подарок дедушке Хо Ши Мина. Дыня необыкновенной красоты и вкусности. Так здесь написано. Выращивала два года подряд. Что пишет производитель на упаковке? Насыщенная оранжевая дыня с желтыми полосками. Похожа на маленькие загорелые арбузы. Мякоть кремовая, сильно ароматная, маслянистая и очень сладкая. Урожай за сезон 20-30 плодов. Благодаря скороспелости дыня вызревает даже в короткое северное лето. Подходит для выращивания в открытом грунте и теплицах. При формировании на шпалере станет настоящим украшением сада. Плоды массой до 250 грамм. Я эту дыню выращивала в теплице. 30 плодов с куста, конечно, не получила. Но, думаю, собрала, что 15-20. Почему примерно? Потому что плоды созревали неравномерно, постепенно. За один раз собирала 2-3 плодика. Какие плюсы и минусы? Дыня сладкая, ароматная. И при выращивании проблем не было. Плоды действительно необычные и красивые. Соседи приходили, удивлялись, хвалили. Но эта дыня росла в теплице. А как бы она показала себя в открытом грунте, вопрос остается открытым. Буду ли я снова выращивать вьетнамскую дыню? Не буду. Почему? Дыня сладкая, но не настолько, чтобы ах. Она чуть слаще, чем безвкусная. Созревает долго, то есть совсем не скороспелая. Семена дорогие. То есть за 3 штуки в упаковке отдала примерно 100 рублей. И это было осенью 2017 года. Ну и самый важный момент. Очень мелкие дыни. Заявленных 250 грамм и близко не было. Средние плоды, как вот это яблоко. Причем очень много семян. И естественно большая семенная камера. Получается слой мякоти всего сантиметра 2-2,5. И дынку надо почистить, семена удалить. Остается съедобной части мало всего на один укус. И если вовремя дыню не снять или оставить полежать, то она становится похожей по вкусу на перезревшую колхозницу. Вот такой подарок дедушке Хошинина. Следующая культура. Мелотрия. Полное название. Мелотрия. Шершавая малютка. Что это такое? Это растение семейства тыквенных. По форме напоминает маленький огурчик в длину примерно 2 сантиметра. А по цвету и внешнему виду миниатюрный арбуз. Производитель так описывает это растение. Однолетняя культура. Мощные лианы с большим количеством цепких усов. Да, усов действительно много. Но они такие мелкие, тонкие. Даже у гороха усы крупнее. Прекрасно подходит для озеленения. Быстро облетает стены, заборы, перголы. Я, кстати, до недавнего времени говорила перголы. Но посмотрела правильное ударение. Оказывается, правильно говорить перголы. Читаю дальше. Плоды овальные, с шершавой кожурой. Ну, не так, чтобы очень шершавые. Плоды на ощупь, как у арбуза. По вкусу напоминает огурец. А вот здесь я категорически не согласна с производителем. По вкусу мелотрия больше напоминает арбузные корки. Культура не прихотливая и урожайная. Да, это так. С одного растения можно собрать много мини-огурчиков. Да, действительно собирается много мини-огурчиков. У меня это растение больше ассоциируется с икурцом. Хотя у этой культуры есть и другие названия. Мышиная дыня или африканский мини-огурец. И еще одно название мини-арбуз. Также известно, что у этого растения съедобные клубни. Они похожи на картофель. Но я не стала их откапывать с одного куста. Много ли откопаешь клубней? Оставила их на земле. Там они принесут пользу больше. Мелотрию тоже выращивала два года подряд. В теплице и в открытом грунте. В открытом грунте мне как раз нужно было оплести перголу. В теплице она, конечно, растет лучше, мощнее. И плодов у нее больше. И они нежнее, чем те плоды, которые в открытом грунте. И в открытом грунте, конечно, ветер ее сильно треплет, а листочки у нее нежные. Буду ли выращивать еще раз? Не буду. Не понравился вкус. Повторюсь. Похож на арбузную корку с небольшой кислинкой. Чтобы не выбрасывать, попробовала заготавливать на зиму. И отдельными баночками, и в ассорти с огурцами и помидорами. Вкус посредственный. Хотя огурчики и помидорчики шли на ура. Пробовала использовать в варенье как добавку. По вкусу ничего особенного. Но в варенье мелотрию нужно добавлять в последний момент. Варить не более 5 минут. Иначе она сильно схворчивается и портит внешний вид варенья. И, наконец, третье. Культура огурдыния. Здесь я уже собираю свои семена, потому что использовала не гибрид, а сорт. Сразу скажу, что выращивать эту культуру буду. Из названия видно, что это два растения в одном. Гибрид огурца и дыни. Если срывать рано, то по вкусу похоже на огурец. А если дать созреть, то похоже на дыню. И так как огурцов летом много, то выращивала это растение как дыню. В чем особенность, спросите вы, не проще ли выращивать сразу дыню? Не проще. Дыни я выращивала. Дыни выращивать сложнее, чем огурдыню. Огурдыня культура менее требовательная к уходу. Что еще можно сказать хорошего про огурдыню? Вкус и аромат хороший. Болеет меньше, а плодоносит дольше, чем огурцы или дыни. Поливать можно реже, чем огурцы. Хорошо хранится по сравнению с дыней. Урожай больше и быстрее созревает. И это растение более холодостойкое, чем дыня. Агрономы считают этот овощ культурой будущего. И я с ними соглашусь. Из огурдыни получаются вкусные варенья, сладкие цукаты, нежный джем, повидло. И необыкновенно вкусные вяленые дольки. Но у нас до заготовок дело не доходит. Все съедаем сразу. Так что предлагаю присоединяться и выращивать эту культуру вместе. А у меня на сегодня все. Я с вами прощаюсь до следующего раза. Буду держать вас в курсе.